В столичном театре Жастар состоялась премьера музыкальной комедии Айман Шоупан по мотивам пьесы Мухтара Ауэзова. Казахский фольклор, яркие самобытные народные игры, состязания Айтыскеров. Такой увидел постановку режиссер Нуркана Джакабай. Я хотел создать спектакль с хорошей атмосферой, с музыкой, с песнями. У нас есть много песен, которые перешли к нам от бабушек и дедушек. Хочется, чтобы они не забывались. Многие молодые люди их совсем не знают. Мало осталось исполнителей традиционной музыки. Идеологи мы выстроили через песню. Это и не опера, и не мюзикл, что-то среднее. Помимо танцев и песен, спектакль наполнен множеством акробатических элементов. К слову, безопасных моментов не обошлось. Во время репетиции я делаю сальто с высоты. И вот у нас ребята держат круг. И вот край круга сломался. Я чуть не упал. И, слава богу, не упал. Успел вовремя утонуться и на ноги. Казахская народная мудрость гласит. С воспитания девочек начинается сохранение нации. Эту мысль через свою героиню Айман попыталась донести на зерке Серегболова. Героиня, могу сказать, да. Она живая, шустрая, любит шутить. И есть еще и характер свой. Ну да, такая задорная девочка. По случаю празднования индийского фестиваля красок Холи и весеннего праздника Наурыз в столице выступила танцевальная группа «Пионеры Кипема» из прибрежного индийского штата Гоа. Мы хотим показать традиции людей, которые изначально жили в Гоа. Мужчины приглашают дам на танец. Также мы покажем особенный танец. Он называется мандо. Его в древности исполняли аристократы. Его специфика в постоянном изменении ритма. Он увеличивается, как и сам танец становится динамичнее. Среди различных форм народного танца, который исполняет группа, выделяются сочетания музыки и ритмичных движений тела Дехнинах, Харвинах, Каридиньо. Такие зажигательные ритмы как нельзя лучше передают атмосферу фестиваля красок. Стоит отметить, что после мероприятия артисты отправились с выступлениями в Алматы и Талдыкурган. О самых ярких и масштабных праздниках в Индии нам рассказал посол этой страны. Индия очень большая страна. И праздников, как и различных фестивалей у нас тоже много. В каждом штате существуют свои торжества. Но основные это три крупных праздника. Холи, которые мы сегодня отмечаем, праздник весны. Это начало Нового года, как и Наурыз. Холи – это яркое мероприятие, где люди разукрашивают друг друга красками. Также фестиваль света. Он длится пять дней. Тысячи огней украшают города. Повсюду горят свечи, гирлянды и фонари. Проходят театрализованные представления. Туристы любят эти праздники. Также есть фестиваль кино. Тут уже Болливуд представляет свои работы. Новейшие композиторские техники и генеалогия современной музыки. На эту тему в Казахском национальном университете искусств прошла лекция известного казахстанского композитора Рахат Биабдысагина. В частности, музыкант отметил актуальные приемы, которыми пользуются современные композиторы во всем мире. В основном, это, конечно же, спектральная музыка во Франции, шумомузыка. Это в Германии отдельная итальянская школа композиции, сатуризация, плюс еще был структурализм, общее направление авангарда. Популярно, конечно, также и минимализм, и такие направления, как наномузыка и стахастическая музыка. Настоящее казахское чудо. Так отзываются о юном композиторе европейские музыкальные критики. Рахат Би в 13 лет стал студентом, а в 17 – магистрантом. В 18 лет блестяще защитил диссертацию, став магистром искусствоведческих наук. Это исключительный случай не только в Казахстане, но и редчайшее явление в мировой практике. Сегодня музыкант получает образование в Италии и делится своим опытом с казахстанскими студентами. В завершении выпуска афиша ближайших событий. 22 и 23 марта в Театре Астана-Опера будет показан спектакль «Хызжебек». 22 марта в Театре имени Лермонтова состоится постановка «Полная гармония». 24 марта в областном русском драматическом театре в Шимкенте можно будет насладиться спектаклем «Будьте здоровы». Редактор субтитров А.Семкин